Здарова фермеры! Меня зовут Саня, добро пожаловать на Новотроицкий. У нас тут кое-какие изменения. Изменения такие, что нам достались, ну как скажем, мы выменили, в общем, там всякие вот эти вот... В общем, теперь мы владеем еще двумя полями. Это поле у нас 6 и 9. На 9 поле у нас растет пшеница, на 6 поле растет свекла, как ты видишь. То есть наше хозяйство растет. Вот, что мы сейчас будем делать? Сейчас... О, кстати. Да сейчас вот вечер. Я думаю, что надо немножко удобрить. Вот. Немножко удобрить. Так. А у нас есть ли удобрения? А, нет у нас удобрений. Ладно. 4200, я надеюсь, мне хватит. В общем, смотри, какие еще планы. Планы такие, что позвонил один знакомый. Из... Ну, в общем, знакомый. Говорит, у его знакомого есть одно предложение. Короче, есть карьер. В общем, короче, есть фирма. Да? Некая. Она, скажем так, подустала. Фермерское хозяйство. Вот. Ну как, оно было фермерское хозяйство. При нем была там лесопилка, был карьер, еще что-то. Половину распродали. Так, подожди, давай сейчас настроим нам вот это вот все. Пока технологии будут за нас работать, мы поедем. Да? Вот. Так. Вот, и я сейчас расскажу. В общем, история какая. У его знакомого, у моего вот этого знакомого, есть знакомый, который, ну так, скажем, дальний знакомый. Так, все. Едем. Да, это поле у нас надо удобрять, потому что никто его не удобрял нафиг. Оно никому не надо, поэтому мы будем удобрять, и я буду рассказывать истории влажные. В общем, история какая. Следующая. У моего знакомого, который нам помогал одно время, есть такой, скажем, отдаленный знакомый, который не потянул фирму. То есть, там возникли какие-то проблемы, тра-ля-ля, 3 рубля, в общем, вникать не будем. Половину он распродал, с долгами рассчитался. И в чем вообще прикол? Прикол в том, что осталась лесопилка, а как бы оформлена, да, именно на эту фирму, и карьер. Все, само собой, там в плачевном состоянии, бла-бла-бла. Да, и он говорит, а не хочешь? Ну, то есть, все равно все будет выставляться там на торги. То, что он там продал, это ладно, он там погасил какую-то часть долгов. Была ферма, было там коровник, что-то еще было, по-моему, там свинарник даже был. Может, еще что-то было, я не помню. В общем, осталось не так уж и много. Но, осталось. Так, а тут мы, знаешь, 100. И он говорит, не хочешь поучаствовать в торгах? Ну, не в торгах, в смысле, а в... Ну, с молотка пойдет все это хозяйство, остатки. Потому что, опять же, надо закрыть долги, там, туда-сюда. Вот перед банком и государством. Вот налоги. И, типа, выставили остатки хозяйства на аукцион. Вот, я вспомнил, как это называется. Но нужно поехать туда, лично участвовать, приехать. Это все в Чехии находится. И он говорит, раз ты, типа, такой вот весь уже, типа, продвинутый фермер. Ну, а как бы, что нам, продвинутым фермерам-то? Вот, мы можем в любой момент, да, край... А, это, вообще, поднять любое фермерское хозяйство уже с колен. Знаешь, как это называется? Это называется кризис-менеджер. Вот. Можно так сказать. Только тут еще приходится работать руками. Вот. Кто такой кризис-менеджер? Это человек, который выводит определенную фирму или завод, не важно, что-либо, из кризиса. То есть, если, например, что-то, какое-то хозяйство засралось, по самое не балуйся, то, как бы, берешь это все и вытряхиваешь из дерьма. Вот. Вот этот человек называется кризис-менеджер. И он нам предлагает приехать, поучаствовать в этих всех торгах, посмотреть вообще сначала. То есть, через несколько дней будет смотрины, там, будет собираться люди, большие дяди всякие оттуда, с Европы, там, с СНГ, со всех сторон. Кто захочет, тот приедет. Было довольно известное такое хозяйство. Ну, в общем, запустили его, там, по своим причинам. И я опять лью воду. Короче, суть в чем, что надо лететь туда, смотреть. Если нравится, то участвовать в торгах. Если ставим цену нормальную, забираем. И начинаем все это дерьмо воскрешать. Я очень хочу туда поехать. Тут у нас все цветет и пахнет. Коровник уже сияет, там, целая куча коров. Свиней мы завели. Мясокомбинат скоро запустим. Вот. Еще у нас вот два поля прибавилось. Это ли не чудо? Два поля прибавилось. И теперь, теперь у нас вообще все шикарно. Мы уже тут в Новотроицке нормально себя чувствуем. Поэтому сможем оставить хозяйство на некоторое время. А может быть, даже продать. Знаешь что? Есть такая фишка, как бы взять, продать это хозяйство. У нас-то понятно, есть еще хозяйство на островах. Но там все нормально. Там бабуля за этим следит. Ничего там особенного не происходит. На островах это на островах. Это там пусть как бы уже... Уже это отдельный разговор. Мне сейчас более интересно рвануть в Чехию. Посмотреть, что там за убыточное хозяйство, которое уже там догнивает свои последние дни. И попробовать это все. Там больше, конечно, уклон идет в производства всякие разные. Сейчас на данный момент то, что осталось. Потому что коровник был продан вместе со скотиной. За этим никто не следил, понятное дело. Так что, в ближайшее время я еду в Чехию. Лечу. Вот. Денег, поскольку у нас не очень много, то, скорее всего, придется, если заинтересует это все, придется денег немного где-то одолжить. Осенью ничего страшного. У нас уже сейчас середина весны. Осенью мы все легчайше отобьем. Урожай этот здесь продадим. И все будет шик, блеск, красота. Присылал он мне фотки этот знакомый. Там довольно живописная местность. Все там весело и задорно. Все прикольно. Есть там две деревеньки, по-моему, рядом. Ну, то есть, ничем практически такие же славяне, как и мы. Все тоже такие маленькие хатки, деревеньки. Вот. Плюс там какие-то мелкие хозяйства, большие хозяйства. Разные хозяйства. В общем. Что я придумал? Я придумал то, что сейчас мы вот это дело все забрасываем удобрением. И у нас, получается, тут особо заняться нечем. По какой причине? Потому что мы все засеяли, все удобрили. Что делать? Ждать. У нас до весны, ой, фу, до конца лета тупо ждем. Единственное, что мы можем себе еще позволить, это завести свиней на мясокомбинат. Надо там какие-то получить денежку с этого. Ну, вернее, мясокомбинат запустим. Сейчас он пока стоит. Там идут подготовительные работы. Вот. Идут подготовительные работы. Все это там. Санэпидем все эти там нормы сейчас налаживаются. То есть вот 3-е, 10-е. В общем, купили мы, скажем так, переманили на свою сторону одного технолога неплохого по колбаске. Вот. Знает он там немало классных рецептов. Так что будем налаживать это производство. Если посмотреть в нашу отчетность, у нас тут видно, что есть 50 свинюшек. По 100 примерно, по соточке они весят. Вот наш отчет. Ну, они еще им рано. Ждем еще месяца 2. Я думаю, до полугода. И когда они будут где-то под 150, а за 2 месяца там набрать те же 40 килограмм для свиньи вообще легчайше. Так что там кормят прям, как говорится, кормим на убой. Вот. С коровами чуть похуже ситуация, потому что коровы уже дают молоко. Уже у нас есть приплод. Есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. А 9 телят. То есть 9 коров у нас отелилось. И, соответственно, они уже дают молоко. Вот. И будем с этим делом... Так, так, так. Ух ты, я чуть не уехал, пока там в документацию смотрел. Так что будем... Жаль, мы ничего особенного тут придумать не можем. Вблизи никаких молококомбинатов нет. Маслокомбинатов там или чего там. Как оно там правильно называется. Поэтому придется, скорее всего, молоко просто сдавать на масло, на сметану куда-нибудь. Это там в райцентр или куда, короче, в обл-центр, где там у нас ближайший завод. Это, конечно, прискорбно, потому что просто сдавать это все не очень выгодно. Ну как, очень невыгодно. В основном все принимают именно продукцию по очень невыгодной цене. Ну, так это работает. Хочешь, типа, зарабатывать деньги? Вот, покупай завод, строй завод, ставь оборудование, нанимай там людей, технологов, всех-всех-всех. Там всю эту команду бухгалтеров собирать. И делай свою продукцию, продавай уже ее оптом людям. Продавцам, кто там будет. Кто ее будет потом в розницу распределять. Хочешь, открывай свои там магазины где-то. По району и продавай потихонечку. Вот. Это, конечно, все весело. Но, поскольку у нас пока что нет возможности, и я заинтересовался этой фирмой, которая на грани банкротства, то я не буду деньги особо никуда тратить. Сейчас, по крайней мере. Поедем в Чехию и посмотрим, что там есть. Если, ну как, это инвестиции, поэтому никто против не будет, если я туда приеду и буду наводить там некий шорох. Может быть там еще какие-то подноготные, если я же говорю, что все это там и... И там и посмотрим, что происходит. Так, что у нас тут? У нас тут все шикарно. У нас все шикарно. Еще бы купить пятое поле и восемнадцатое. Вот эти все кривущие поля, совершенно не хочется с ними работать. Десятое, седьмое, это все мелочь пузатая. Третье, конечно, можно подровнять, да? Четвертое тоже можно подровнять, но тут опять же столбы эти идут все, судя по карте. В общем, нифига интересного тут нет. Так, ну да. Так что вот, так что вот. Кстати, на нашем... Вот тот человек, который купил у нас землю из-под карьера, уже вон какое-то здание там поставил с каким-то... Что-то там, короче, в общем, какое-то оборудование возили туда, что-то поставили, какой-то... Какую-то хрень там поставили, непонятно нифига. В общем, что-то там намечается. Это интересно. Ну, у кого есть деньги, у кого есть мысли, какие-то идеи, конечно же. Какая-то перевалочная база или что это будет. Неясно пока. Ну и ладно. Сейчас добиваем это поле и едем домой. Едем домой, спим. Потом смотрим, как там что. Потому что уже вечером 20 часов уже, ё-моё. Это вам не это. Короче, будем отдыхать сейчас. По технике вопросов особо никаких. Кстати, по поводу... По поводу долга у нас есть 50 тысяч долг. Ещё. 50 тысяч я отдал, если ты... Нет, я даже 100 отдал, по-моему. Или сколько я отдал? Мы брали 100 или 150, не помнишь? Не, я не помню. Ладно. Ладно. Так. Готово наше поле новоиспечённое. Потом, когда взойдёт, я думаю, мы ещё раз это всё дело удобрим. Вот, это всё дело удобрим ещё раз. И помчимся на оленях утром ранним. Так, а где наша машина, кстати? Машина? Хрен я знает. Под магазином, по-моему, она так и стоит, да? Сидорыч! Сидорыч, поставишь трактор на место или нет? Сейчас я его помою. Сидорыч молчит. Сидорыч говорит, да нахрен оно мне надо, ваши эти трактора вонюч. Вот, так что, если что, если идея довольно интересная, посмотрим, какие-то интересные там будут, скорее всего, движения. Вот, в Чехии. Мне нравится то, что вот опять, опять банкрот и всё остальное. Но там довольно интересно. Судя по фоткам и рассказам, довольно интересно. А в плане том, что что-то новенькое, что-то интересное. Так. Что у нас тут? Тут у нас вроде помылись нормально. Ну всё, ладно, Сидорыч-то загонит трактор или кто там. Кто-то загонит. Короче, загоняешь этот, двери закрывай там, всё. Всё, пошёл, а домой? Давайте, до встречи в ближайшее время. Тут Сидорыч, я надеюсь, всё позакрывает. А я пойду. Ну, вроде пока косяков за ним не было. Ой, в кусты чуть не залез. Здрасте. Снова. Прошло, сколько? Прошло два месяца. Уже середина лета. А прощались мы с вами когда? В середине весны. Вот. Так что даже больше. Уже три месяца прошло. Свинюшки наши подросли. Как ты видишь. Ой, я что-то провалился. Подросли. Так что сейчас их будем забирать. Вот. Забираем. Сколько у нас тут влезает? Два, три, пять, семь, десять. Не помню. Короче. Сколько у нас получается? Четырнадцать. Четырнадцать свинюшек забираем. А как ты помнишь, да? Мы взяла... Или не помнишь? Взяла, я продал. И купила вот такого вот краза. Пусть он старенький. Но в нем все-таки больше коней. Он трехосный. У него... А нет. Не три ведущих наста. Что-то я это лоханулся. Вот. В общем. Сейчас. Везем вот это все. Прямиком. А ну-ка разойди. Везем прямиком нам мясокомбинат. И будем его запускать. Так что уже лето. Уже лето. Ё-моё. Уже середина лета. Тут уже даже вон урожай созревает на чужих полях. Ну, а на наших ни хрена не созревает почему-то. Никогда. К середине лета. Но. Это, наверное, зимы. Нет. А, ну на наших зато цветет. И прицеп тут стоит уже. Я не знаю сколько. Там уже дерьмо все сгнило. Тут прицеп уже, наверное, пошел пожертвы. Не, ну у нас, кстати, неплохо довольно все это цветет и пахнет. Канола растет. Так что у нас тут. Тут у нас кукуруза. Там у нас кукуруза. Кукуруза же. Да. Тут у нас кукуруза. Там у нас канолка. Тут у нас чье-то поле тоже уже почти созрело. Да, на чужих полях уже все посозревало, к чертовой матери. Как-то непонятно все это выглядит. Но это ладно. Да они за зимы садились. За зимы. Они все за зимы садились. Вот так. Итак. Ну что, я надеюсь, ребятки, вы все подготовили на мясокомбинате. Блин, единственное, на таком сарае тут сложно заехать будет, да? Да. Там нужно более маневренную машину. А, из-за того, что три оси я еще... Да, колесом черкаю за опору. Черт. Нужно будет какой-то другой... Какой-то другой прицеп думать. Да. Ну, фоточку надо сделать тогда. Раз такое. Вот. Отлично. Ну и сгружаем. Сгружаем всех. 4,200 за 14 свиней. Я бы не сказал, что это очень много. Но какие были свиньи, таких и привезли. По 150 килограмм. По 7 месяцев. В принципе, это немало. Дальше кормить нет смысла. Почему? Потому что дальше они вес набирают медленно. После 150. Насколько я знаю. Даже вот они были 140. Там 5. В 7. И уже как-то начало это все дело останавливаться. Ну, то есть не так быстро уже все это. А ну-ка, слышишь, давай заедем. Посмотрим какой-нибудь прицепчик повеселее. Сейчас сразу. Может там от КамАЗа какой-то есть или от чего. Потому что этот немного у нас и 14 всего лишь свиней помещается в нем. Вот это все остальное. Ну, и не столько смущает 14 свиней, сколько... Так. Знаешь, что смущает? Да все смущает. Так. Смотрим. КамАЗовский какой-нибудь прицеп для животных. КамАЗовский прицеп для животных 33 тысячи стоит. И берет 19 свиней. Не намного лучше. А если мы посмотрим какие-то скотовозы уже... У-у-у, тут цены, конечно. Мама не горюй. 60 тысяч, 70, да? 20. Ну, вот этот какой-то. А что он такой дешевый? Сломанный что ли? Какой-то большой, но очень дешевый. Ничего не понятно. Хм. Странно. Весьма странно. Ну, ладно. Так. Если такой дешевый... А у нас все равно даже на такой дне денег. Хе-е-е. Ну, давай, слышишь. Давай сначала продадим тот. Вот этот продадим. Ух ты, шьем ее. Вот видишь, что с ним происходит. Он цепляет колесо. И переворачивается. Он, конечно, неплохой. Он только сытся и глухой. Кстати, за двадцатку его продаем. И у нас 30 тысяч. Так. Ну и побежали тогда. Сейчас будем оформлять прицепчик вот тот. Я не знаю, почему он такой дешевый. Но. Возьмем, проверим. Че? Чего? Чего нам-то? Так. Потому что вот эти вот классные, но... Да. Так. Эээ... Выбор колес. Можно, знаешь, что еще вот такие вот, да? Третью. Дальше. Цвет, я не знаю, какой-нибудь по... По жизни радостней, что ли. Желтенький. Да нет. Слишком жизнерадостный. Слишком жизнерадостный будет. Ну давай, не знаю, зеленый пусть будет. Так. Подъемное устройство. Ага. Вот такое. Давай. Деревянный, наверное, пол, да? Чтобы они там не поубивались, не скользили. Ну и, в принципе, все. 24 тысячи забираем. Отлично. Мы остались почти без денег, но ничего страшного. Зато туда 50 свиней влезает. А ну-ка посмотрим. Ох ты да, здоровенная дурочка. Но зато ничего цеплять не будет. Отлично. Поехали забирать остальных свиней. Да, под такой, конечно, прицеп. Еще бы как бы с ним теперь разворачиваться вопрос. Ладно, я думаю, справимся как-нибудь поехали. Ну что, подъезжаем на новом прицепчике. Но я только что допер. Мы не поместимся в эту варочку, скорее всего. Ну да, не помещаемся, по-моему, или помещаемся. Нет. Мы не помещаемся. Вы серьезно? Да, купил. А что ты открываешь? Ой-ой-ой-ой. Да, такой здоровый, красивый прицеп, но бесполезный. Абсолютно бесполезный. Черт, еще и развернуться на этом все. Как бы тут. Не знаю, буду вот так разворачиваться. Короче, по-моему, вариант самый максимальный. Это Камазовский. Прицеп. А этот придется продать. Но это придется сейчас свиней обратно отвезти. 19 и 19. Это довольно мало. По 19 свиней возить. Черт, вот это я, конечно, лоханулся. Ладно, давайте сейчас закину туда свинюшек. И вернусь. Ну вот я приехал с новым Камазовским прицепом. Как видим, все нормально проходит. Он одноэтажный, но берет в себя всего лишь 19 свиней. И стоит, я хочу сказать, довольно немало. 33 тысячи я за него отвалил. Почти все, что было. Вот 2 тысячи осталось на кармане. Но ничего. Это меня не пугает. У нас есть куча урожая, который будет продан за 2 снословные деньги. Так, хорошо. Выгружаем 19 свиней. Итого у нас 9600 уже есть. Так, что у нас по колбаске там уже, я так надеюсь, нормально. Пошло дело. Дело пошло. Уже 156 килограмм. Килограмм волк. Так, тика. Мясо 164 и колбасы уже 132. Отлично. Вода есть. Мясо комбинат. Есть. Мясо есть. Все запущено. Ну что ж, ребятки. Если понравилось, обязательно поддержите палец вверх. Поддержите видео. Палец вверх. Пальцем вверх. Я уже совсем все. Мозгом тронулся. Мозгом тронулся. Вот. Подписывайтесь на канал. Если еще не подписаны, ныряйте в ссылочки в описании. Там. В общем, все уже. Я не знаю. Я увольняюсь, короче. Все. Уже перепутал все на свете. Короче, ссылочки. Переходим по ссылочкам в описании. Там наш Дискорд, в который можно зайти, пообщаться с классными ребятами. Мальчишками и девчонками. Скачать мои моды. Вот. Еще там ссылочка на второй канал, на котором выходят всякие разные игрушки. Интересненькие. Так что, если что, заходи. Ну, в общем, они не связаны с фермой. Так что смотри сразу аккуратно. Эти игры. Все. Давай. Всего тебе хорошего. До новых встреч. Пока.